Всем привет! Сегодня мы решаем задачи уровня С. Итак, у нас есть шайба, которая покоится в точке А. Она начинает скользить по желобу и доходит до точки Б. При этом точка Б лежит на 6 метров ниже, чем точка А. Во время движения механическая энергия шайбы уменьшается на 2 джоуля из-за трения. После из точки Б шайба вылетает под углом 15 градусов и долетает до точки Д. При этом точка Б и точка Д находятся на одной высоте, и величина отрезка БД 4 метра. Нам нужно найти массу шайбы. При этом во время решения задачи мы можем пренебречь сопротивлением воздуха. Для решения данной задачи рассмотрим два участка движения. Сначала рассмотрим участок движения А, Б, потом участок движения Б, Д. На участке движения А, Б можем записать закон сохранения энергии. Итак, закон сохранения энергии гласит, что энергия в точке А равна энергии в точке Б. Энергия шайбы в точке А равна потенциальной энергии шайбы в точке А. и равняется MGHA, где M это масса шайбы, HA это высота шайбы в точке А. Энергия в точке В равняется сумме потенциальной энергии в точке В, равная MGHB, где HB уже высота шайбы в точке В, плюс энергия, потраченная на силу трения, плюс кинетическая энергия шайбы в точке В. Она равняется 1,2MVB в квадрате, где VB это скорость шайбы в точке В. По условию задачи нам нужно найти массу шайбы, выразим ее из этого уравнения. Итак, для этого мы перенесем все члены, содержащие массу, в одну сторону, вынесем массу за скобку и получим эту формулу. Заметим, что в этой формуле не здесь всего один член, это VB. VB это скорость шайбы в точке В. Найдем скорость шайбы в точке В, рассматривая ее движение на участке BD. На участке BD движение шайбы можно осматривать, как полет тела под углом. Расставим оси Y и ось X. Запишем законы движения вдоль каждой из осей. Итак, мы записали законы движения вдоль двух осей. Вдоль оси X мы перемещаемся равномерно, так как не действует никаких сил, и проходим путь равный BD. Поэтому мы можем записать, что произведение скорости вдоль оси X на время равно BD. Вдоль оси Y мы движемся равнозамедленно, так как на шайбу действует ускорение G. Напомним общую формулу для равноускоренного движения. Перемещение равно произведение скорости на время плюс произведение ускорения на квадрат времени пополам. Так как мы движемся равнозамедленно с ускорением G, ускорение равно минус G. А скорость равняется VBY. Так как точка B и точка D находятся на одной высоте, то перемещение вдоль оси Y равно нулю. Давайте выразим VB через известный нам путь BD и G. Итак, зная, что проекция скорости на ось X равняется VB на косинус альфа, а проекция скорости на ось Y равняется VB на синус альфа, перепишем систему так. После чего выразим время из первого уравнения. Получим T равняется BD деленное на VB косинус альфа. После этого во втором уравнении сократим время и подставим время из первого уравнения. Получим VB на синус альфа равняется G умноженное на BD деленное на 2VB косинус альфа. Перенесем все, что связано с VB в правую сторону уравнения. Тогда в левой стороне мы получим G умноженное на BD деленное на 2 синус альфа косинус альфа. А все эти величины нам известны. Итак, мы нашли VB в квадрате. Теперь подставим VB в квадрате в наше исходное уравнение. Подставив V квадрат в исходное уравнение и заметив, что 2 синус альфа косинус альфа равно синус 2 альфа, получим следующее выражение. Теперь подставим туда значение из условия задачи. Подставив значение, получим. Дельта Е у нас равно 2 джоуля, G 9,8, перепад высот 6 метров, G опять же 9,8, BD 4 метра, синус 2 альфа это синус 30 градусов, и это 1 вторая или 0,5. Поделив, получим. 2 деленное на 2 на 9,8 и равно примерно 0,1 килограмм. Для решения данной задачи нам понадобится закон сохранения энергии и базовые законы кинематики, закон равномерного и равноускоренного движения. До встречи на канале!